Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет астрологическая лекция, астрологический выпуск «Все, как вы любите». Сегодня мы будем говорить про 12-й дом гороскопа. Что же это значит? Давайте, для того, чтобы я думала, что я говорю не одна, я буду рассказывать это о Ленин. Что же такое 12-й дом гороскопа? Вообще, что такие астрологические дома? Все поле гороскопа делится на 12 астрологических домов. Они есть у вас у всех, просто они находятся в разных знаках, у каждого из вас в разных домах находятся разные планеты, и это и делает нас и вас такими уникальными, неповторимыми и непохожими друг на друга. Так, например, одна дева, как я, с солнцем в первом доме, она будет более активная, открытая ко всему новому, чем, например, дева в 12-м доме гороскопа, потому что 12-й дом – это наша сегодняшняя тема, это про уединение. То есть, грубо говоря, дома – это сектора гороскопа. Каждый отвечает за свои обстоятельства и ситуации. Так очень часто 12-й дом пугает тюрьмой, страшными болезнями, смертью и прочим. Давайте с вами будем разбираться. Если у нас есть 12 знаков зодиака и 12 астрологических домов, Хм, может быть, это совпадение? Не думаю. Каждый знак зодиака, например, первый – это овен, а 12-й – это рыбка, соответствует этим 12 домам. То есть, например, 12-й дом гороскопа, он очень похож по своим характеристикам и обстоятельствам на знак зодиака рыбки. Если ваше Солнце, Луна, Меркурий, Венера или Марс попал в 12-й дом, у вас много характеристики от знака зодиака рыбка. Ну, это для такого интуитивного понимания, что это. В рыбке, если вы не смотрели Венеру в рыбках или про знаки зодиака рыбки, обязательно посмотрите этот выпуск, потому что там вы найдете многое про себя. Ну что, дальше будем разбираться с 12-м домом. 12-й дом – это заключительный дом, то есть нету 13-го или 14-го астрологического дома. Заключение так или иначе всегда связано с переходом в другую реальность, так что 12-й дом может отвечать за сновидение, за магию, за прохождение каких-то испытаний, конечно. Вообще, 12-й домники – это те люди, у которых Солнце, Венера, Марс, Меркурий или Луна находятся в 12-м доме. Напишите, если есть такие. Это люди, у которых это воплощение, то есть эта жизнь будет наполнена испытаниями. Знаете, с мужем познакомилась в институте, вышла за него замуж, родила трех счастливых ангелочков и живу всю жизнь. Эта жизнь не ваша, потому что 12-й дом – это про испытания. Испытания могут быть разные. Испытания могут быть про какие-то психологические сложности, связанные с какие у вас там планеты. Солнце – это с папой, Луна – это с мамой, Венера – это с мамой, Марс – это с папой, Меркурий – непонятно, может прилететь от любого из родителей. 12-й дом говорит о том, что действительно у ваших родителей было много тайн, страхов, желания спрятаться. Спрятаться от этого мира, спрятаться и не показываться. В какое время нас родители рожали? Часть из вас в 90-е? Там скажешь, что у тебя есть что-то больше, чем у других, у тебя тут же придут бандиты, отберут. В 80-е? В Советском Союзе вообще показывать себя было, как говорится, не принято. Спрячься, не высовывайся. Вот это такое настроение 12-го дома. Уйти в монастырь, в какую-то секту, изучение себя бесконечное, в параллельные реальности, параллельные миры. Кто-то в тюрьму, кто-то в ожидании мужа, который капитан дальнего плавания. А очень часто все консультации, которые у меня были с девочками, кто в отношениях с людьми из зон, с зэками, у них либо Венера в рыбках, либо очень много планет в 12-м доме. То есть они как бы не сами в тюрьму садятся, а вот связаны так или иначе с людьми, которые либо связаны с тюрьмой, либо связаны с какими-то вот местами заключения. Кстати, если вы досмотрите это видео до конца и подпишитесь на мой канал, то будет еще Таро-разбор. Так что Таро-гадание специально для 12-ти домников, потому что Таро и астрология – это то, что доктор прописал, если ваши планеты находятся в 12-м доме. Потому что если без астрологии, Таро-психологии, вы точно, точно попадете в созависимые отношения, в ожидание зэка, ну это лучше, в лучшем случае, в жизнь с зэком в худшем случае. Плюс еще 12-й дом может говорить про алкогольную и наркотическую зависимость, как одного из ваших родителей, так и вас. Но есть и плюсы у 12-го дома. То есть это невероятно творческий талант, блогерский талант, астрологическо-психологический талант, музыкальный, актерский. Да там у вас столько талантов, что просто надо взять и копнуть. Но очень страшно. 12-й дом – это дом страхов. И вот эта планетка находится в тюрьме. И очень-очень страшно. Страшно показать себя, но там есть ресурс. Страшно. А при этом в вашей тюрьме, чтобы вы понимали, двери не заперты. Пожалуйста, выходите. Но страшно. Страшно выйти. Страшно показать себя. И вот если вы преодолеваете свои страхи, работаете с ними, то там просто невероятные ресурсы из популярности бабла, из ощущения, что вы выиграли этот мир, и что весь прямо настоящий ангел-хранитель находится с вами на прямой связи, и вы можете у него попросить все, что только захотите. Поэтому не спешим пугаться, но 12-й дом – это сложный дом. Не могу вам сказать, что это дом, который дается просто так, без каких-то жестких уроков. Если ваша планетка находится в 12-м доме в тюрьме с открытыми окнами и дверями, из которого вам придется выйти, вам нужно просто выйти. Вот и все. Вам не нужно изобретать велосипед. Как нужно выйти? Ну, с помощью психологии, астрологии. Для вас, все 12-й домники, я приготовила невероятный бесплатный курс. Вы можете его по ссылочке забрать. И прохождение этого курса – это уже путь к освобождению и свободе. На самом деле, с 12-й домом у меня на консультациях связаны самые истории. Не только любовь с заключенным, причем не с одним, а с несколькими. Может быть, вы в комментариях расскажете ваши истории, потому что, смотрите, 12-й домники. Я знаю, что вам сложно рассказывать, но рассказывая, вы как бы боретесь со своей собственной тюрьмой, в которой вас заключил этот 12-й дом. Ну что, была девочка, которая занимается проституцией с 12-м домом. Была девочка, которая изменяет всем, кому только можно. Тоже солнце в 12-м доме. Скрывает тайны, постоянные какие-то вот измены, предательства. Вот это все, к сожалению, характеристика 12-го дома. Но не пугайтесь, это вообще, возможно, не про вас. Давайте разберем детально. Вот эти девочки, которые зэки и предательства, это у них Венера в 12-м доме, чтобы вы понимали. Вообще, мы здесь говорим про общие характеристики 12-го дома, но в частности у каждого из вас свои особенности. Давайте посмотрим солнце в 12-м доме. Не так страшно, если у вас луна в 12-м доме. Почему? Потому что солнце нужно зажигать. Солнце в целом планета, которая автоматически не работает. Да, солнце в 12-м доме может дать отца алкоголика, отца зэка, отца, которого не было рядом. Может дать. Либо отца творческой профессии, отца, который пропадал и спасал всех, кого угодно, только не давал внимания ребенку. Может это дать, такого, да? Но вот луна в 12-м доме намного сложнее. Почему? Потому что солнце, еще раз, это планета, над которой нам всем нужно работать, которую мы все должны зажигать. Про солнцезажигающие действия и как их зажигать, я сняла целый выпуск. И это выбор наш, зажигать его или не зажигать, получать нам эти ресурсы от Вселенной или не получать. Понятно, олень? А вот луна, это планета, которая работает автоматически. А луна в 12-м автоматически дает геморрой. А луна в 12-м почему сложнее? Потому что, грубо говоря, эмоции, то, как я смотрю на мир, то, как я проявляюсь, я постоянно чего-то боюсь, от кого-то прячусь. И, грубо говоря, сама всегда себя в эту тюрьму за дело и без дела помещаю. И это работает автоматически. Солнце в 12-м доме, зажигая, вы все равно получите бонусы. Не зажигая, ну, сложно вам выходить в социальные сети, сложно вам записывать YouTube. Но вы все равно, так или иначе, вам Вселенная будет подкидывать астрологов, астрологов, которые будут говорить, блядь, иди ко мне, пошли учиться, там твоя свобода, там твое счастье. И так или иначе, солнце в 12-м туда придет. Луна же в 12-м, им тоже будут приходить всякие знаки астрологов, астрологов и прочее. Единственное, они даже будут туда ходить. Но луна в 12-м доме без тотальной проработки, ну, дает вот несчастье. Ну, дает вот это вот ощущение бесполезности этой жизни. Знаете, как я так уже, блядь, преисполнился в этом мире. Это вот про луну в 12-м доме. Что мне этот мир уже абсолютно понятен. И причем понятно все говно, естественно. Что мир, место, в котором нужно защищаться, в котором нужно прятаться, на тебя нападают. Никому верить нельзя, даже себе верить нельзя, маме верить нельзя. А это наша базовая настройка. Женщинам верить нельзя, с луной в Венере в 12-м доме, те еще паскуды. Что делать? Ну, во-первых, психотерапия с хорошим психологом. Астрология с хорошим астрологом. Принятие того, что вы чувствуете, это правда. Но вы также можете чувствовать всю радость этого мира. Нельзя вам прозябать дома. Нельзя вам от мира прятаться. Вы тем самым нарушаете тот самый божественный мирозданческий смысл. Вы родились, чтобы в этом мире светить. Такая вот непростая для вас задачка. Как с ней справиться? Ну, вы же со мной, значит, вы мне доверяете или приглядываетесь? О, кстати, 12-домники. Не только Венера, но и вообще 12-домники. Долго ли вы приглядывались перед тем, как у меня что-то купить? Ну, например, большой курс мой легендарный, либо какие-то продукты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько прошло с момента знакомства до момента приглядывания. Мои ставочки долго. Если быстро, значит, у вас до этого уже была кем-то или чем-то раскачанная интуиция, что я не желаю вам ничего плохого. Но это не точно, конечно, да? Сейчас Марс в 12-м сказал, но это не точно. Итак, Марс в 12-м доме. Ну, во-первых, по сексу, по мужикам, если вы девочка, и просто по сексу, если вы мужчина, какие-то странности. Странности могут связаны с какими-то, ну, желанием много секса, потому что 12-й дом окрашивает Марс в рыбке, а Марс в рыбках – это самый ебутый Марс из всех Марсов в жизни. Если ваш Марс в рыбках в 12-м доме, то я вообще не знаю, как вы можете удовлетворить свое сексуальное желание. Хуже только, если вы отказались от своего сексуального желания, ушли в Аскезу или в какой-нибудь монастырь. Это не то, что от вас хочет Вселенная. В 12-м доме Марс я делаю что-то тайное. Марс я делаю, 12-й дом – тайное, мутное, незаконное, противозаконное, осуждаемое. В целом Марс в 12-м доме – это неплохо. С ним жить можно. Ну, что делать с Марсом в 12-м доме? Ну, в творчество идти, в эзотерику, в астрологию, в психологию. Что еще идти? Ну, ничего не сделать. Принять себя таким, какие вы есть, со всеми плюсами и минусами. Венера в 12-м доме – это пи***ц. То есть Марс в 12-м доме – это не пи***ц, а Венера в 12-м доме – это пи***ц. Солнце в 12-м доме – это не пи***ц, а Луна в 12-м доме – это пи***ц. Меркурий в 12-м доме – это не пи***ц. Просто вы человек скрытный, много что недоговариваете и много каких-то тайнов и секретов в себе храните. Иногда создаете их на пустом месте, но не так уж это и плохо. У вас есть, кстати, талант сказочника, талант блогера. Вот вы туда и идите. Идите писать сказки. Пожалуйста, Меркурий в 12-м доме. Вообще ничего плохого нету. Кроме того, что идите с кем-то, учитесь разговаривать, выговаривать, проговаривать и строить коммуникацию. Потому что что может быть хуже, чем человек, с которым строить коммуникацию, изначально невозможно. Но потом вы, если вы этот навык научитесь, все вы прекрасно будете с ним справляться. Возвращаемся или идем к Венере в 12-м доме. Посмотрите про Венеру в рыбах. Обязательно выпуск, который уже есть на канале. Над с этим, с вашей Венерой в 12-м доме что-то делать. А если я счастливо замужем с Венеры в 12-м доме? Ну, пока вы, может быть, счастливо замужем, пока вы не знаете того, что знают уже в округе все. Ну, либо вы сами что-то делаете. Такое, что даже олень в хуе. Ну, это, короче, тяжелый показатель. Тут надо работать с Венерой. Прямо, знаете, как вот садиться на диету тяжело. Вот так же вам будет сложно вытаскивать свою Венеру. Потому что Венера в 12-м доме дается только тем, у кого мама в любви разочаровалась от слова совсем. А если любви нету, то зачем вам, любимому ребенку, передавать хоть какую-то надежду на счастливую личную жизнь? Поэтому очень часто ко мне на консультацию приходит Венера в 12-м доме абсолютно разочарованный. Типа, ну, я знаю, что он не изменяет. Ну, а кто не изменяет? Ну, много кто. Вы же всех не проверяли, правильно? Или, ну, убьет. Ну, то, когда выпьет. Или, ну, я не могу от него уйти. Я же финансово от него зависима. А кто создал ситуацию, в которой ты финансово зависим? Взять ответственность за это, х**но? Никогда в жизни. Нет, это вселенная, это судьба, это злой рок. Это все неправда. У вас с Венеры в 12-м доме нюх на долгебов. Только неправильные настройки. Вы этих долгебов выбираете. А нужно нюхать их и отворачиваться. Это большая задача. Которую приходите ко мне на большой курс, я вас научу. Если у вас нету Венера зажигающих действий, то сейчас они входят в пакет «Любовь». Там входит солнцезажигающее действие, потому что без них нормального мужика не встретить. Венера зажигающие действия. Это нормального мужика без этого действия не выбрать. Ну и идеальный партнер, кого вообще надо выбрать. Вот это вот все, трио, включены в пакет «Любовь». Но я бы рекомендовала заказать, внедрять и х**ть от своей силы. Вот что я советую Венере в 12-м доме. Также всем, у кого 12-й дом активно заполнен, жить на теплом море. Как это? Вот так вот. Теперь живите с этой информацией, что вы живете в Успирдынске, а должны х**ть начинать утро с медитации на океане. Все. Зерно правды посадило, когда-нибудь оно в вас прорастет. Также периодически практиковать вегетарианство и полный отказ от всего животного. Бесплатный курс астрологический. Посмотреть обязательно он бесплатный. Я там вас не нах**бу. Не бойтесь. Пойти к психологу. Может быть, не с первого раза найти своего, но искать. Алкоголь и другие запрещенные вещества вам употреблять нельзя. Что? Раскладик на таро? Давайте сделаем. Давайте сделаем. Раскладик на таро. Вы можете задать абсолютно любой вопрос. Я буду просто читать карты, и вы уже как чувствуете, как понимаете, потому что 12-й дом – это про чувствование, про интуицию, про обалденные таланты к астрологии. Вы уже будете сами понимать, про что это для вас. Хорошо? Задали вопросик? Пока задаете вопросик, не забудьте подписаться на этот канал, потому что это для мамаситы очень важно. Поставить лайк. В комментариях я уже у вас спросила вопросов, я думаю, что вы напишите. Ну и, конечно, поделиться этим видео со своими лучшими и любимыми людьми, для того, чтобы наш канал рос и комьюнити наше только увеличивалось. До того момента, пока вы не получили еще ответ, не забудьте подписаться на Инстаграм и на Телегу. Хорошо? Все, поехали. Вопросики задали? А теперь вам нужно выбрать циферку от 1 до 3. Даю вам время подумать и вскрываем карту. Если на ваш вопрос можно ответить «Да» или «Нет», то ответ 1 – «Да», ответ 2 – «Да», ответ 3 – «Нет». Если ваш вопрос содержит в себе просто какой-то смысл, то совет от карты 1, у вас есть все ресурсы и вся сила для того, чтобы стать этим императором и сделать так, как вы хотите. Цифра 2. Карта номер 2. Карта любовь. Разговаривайте. Стройте отношения. Обратите внимание на партнера, который уже есть в вашей жизни. Он не так плох. С ним можно дойти до этой любви. Для этого нужно с двух сторон желание, терпение и умение общаться. Соответственно, эта карта означает синергию двух людей. Это влюбленность, начало отношений, счастье. Поэтому, если это вот как-то вам откликается по вашему запросу, то, пожалуйста, совет от карт. Карта номер 3. Это карта «Крах» или карта «Страхов». Ну, не мудрено, что в этом раскладе выпала эта карта. Вами управляют. Напряженные аспекты вами управляют. Бессознательно вам мешает. Вы не можете туда посмотреть, потому что страшно. А кому, блядь, не страшно. А жить ту жизнь, в которой вы живете, вам не страшно? Вместо теплого моря, постоянных спасения человеческих душ, животных, волонтерства, пониманием, что вы это боженька воплощение, настоящее. Вы живете, ой, страшно, все менять страшно, жить страшно. Ну, живите дальше. Вот эта карта просто подтверждает конкретный девиз двенадцатого дома. Жить так страшно, что лучше помереть, блядь, в этих страхах, даже на них не обратив внимания. Но если это ваше желание и ваша, путь вашей души, кто я такая, чтобы вам мешать? Ну, продолжайте лететь, где вы уже только хуже. Поэтому вот такой вот у нас раскладик. Мне нравится, что в центре любовь, что есть все-таки те, кого я вдохновила на резкие решения. Это классно. Вот эта карта, конечно, г**но собачья. Вот, но все вы в разных состояниях, в разные у вас были вопросы. Надеюсь, что я была полезна. Если вам понравился выпуск про двенадцатый дом, то обязательно в комментариях пишите, про какой дом рассказать следующий. Вот, а вообще вся информация про все дома я рассказываю в бесплатном курсе, который вы можете забрать, ну, и в легендарном курсе большой курс обучения астрологии. Поэтому жду вас, люблю, с наступающим. Надеюсь, я вас сильно не расстроила. Но лучше знать правду и смотреть правде в глаза, чем жить в этих е**учих розовых очках двенадцатидомнике. Я вас люблю, я вас не брошу, поэтому приходите ко мне обниматься.